17 февраля в зале заседания администрации района состоялась 38-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В работе сессии принимали участие глава района Заур Хамирзов, исполняющий обязанности прокурора Кашхабльского района Мурат Хакуй, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, депутаты Госсовета Хаса Республики Адыгея, депутаты сельских поселений, главы и их заместители, руководители предприятий, организаций различных сфер деятельности, директора школ, индивидуальные предприниматели, начальники управления и заведующие отделами администрации района. Основным вопросом повестки дня стал отчет главы муниципального образования о деятельности администрации района за 2016 год. Традиционно Заур Хамирзов отчитывается перед активом района о работе проделанной администрации за прошедший год. Наша сегодняшняя встреча – это возможность совместно обсудить, каких результатов мы добились за прошедший 2016 год. Понимание того, что дело власти и народа – действенный механизм при решении насущных проблем нашел свое отражение в ежегодных сходах граждан, которые прошли в сельских поселениях района. На сходах главы поселения отчитались о своей деятельности, а жители смогли дать оценку тому, что и как было сделано в населенных пунктах в ушедшем году. Численность постоянного населения на территории муниципального образования Кашхабльской района на 1 января 2017 года составила 29 908 человек. Следует отметить, что при этом за последние два года не наблюдается отток населения из района. Трудоспособное население района составляет 16 803 человек. В 2016 году в Кашхабльском районе радиус 311 детей. Это на 10 детей меньше, чем в 2015 году. Количество умерших за тот же период 2016 года составило 376 человек, что на 5 человек больше 2015 года. При этом длится старше 55 лет составляет 79,4% от общего числа умерших. Естественный убыль населения за 2016 год составил 65 человек. За 2016 год органами ЗАГС зарегистрировано 76 браков против 84 в 2015 году. Разводов зарегистрировано 67, что на 8 случаев меньше, чем в 2015 году. Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных обязательств, наполнение районного бюджета и рациональное его использование является для нас важнейшей задачей. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Кашхабрского района по доходам составило в 2016 году 550 млн. 248 тыс. рублей. Исполнение бюджета муниципального образования Кашхабрского района на районном уровне по доходам составило в 2016 году 503 млн. 704 тыс. рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы 93 млн 802 тыс. рублей, безвозмездное поступление 409 млн 903 тыс. рублей, из которых безвозмездное поступление из республиканского бюджета Республики Адыгея 408 млн 565 тыс. рублей. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам на районном уровне при уточненном плане на 2016 год равным 92 млн 365 тыс. рублей составило 93 млн 802 тыс. рублей или 101,6% годовым плановым назначением. Исполнение бюджетов сельских поселений по налоговым и неналоговым доходам при уточненном плане на 2016 год равным 47 млн 240 тыс. рублей составило 46 млн 469 тыс. рублей или 98,4% к плану. Исполнение консолидированного бюджета всего района по налоговым и неналоговым доходам при плане 139 млн 605 тыс. рублей составило 140 млн 252 тыс. рублей или 100,5% к плану. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2015 год составило 130 млн 147 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 93 млн 272 тыс. рублей, бюджеты поселения 36 млн 894 тыс. рублей. То есть по отношению к прошлому году поступление за 2016 год составили консолидированный бюджет района 107,8% на 10 млн 105 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Районный уровень бюджета 100,6% на 530 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Бюджеты поселений 126% на 9 млн 974 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования налоговые доходы составили 114 млн 821 тыс. рублей или 81,9%. Основным платежником налога на имущество является ООО «Южгазэнерджи». Вследствие проведения данных предприятий о поскорной амортизации основных фондов имеет место снижение поступления налога на имущество организации. В силу сложной экономической ситуации снижаются поступления и от некоторых предприятий, являвшихся в предыдущие годы одними из основных потерьщиков. В этой связи возрастает роль мероприятий по увеличению собираемости налогов в целом по району, что лежит в основе работы Межрежиссерской комиссии. Расходы консолидированного бюджета района за 2016 год составили 576 млн. рублей. Расходы бюджета муниципального района за 2016 год составили 530 млн. рублей. Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием, составили в 2016 году 322 млн. рублей. В 2014 году осуществлен переход на программы целевое планирование исполнения бюджета муниципального образования Кашхабプ-Скрайлов. В 2016 году на реализацию муниципальных программ было направлено 458 млн. рублей или 79,5% расходов концензивного бюджета района. Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета районного уровня составили 448 млн. рублей или 84,5% расходов бюджета района. В ходе исполнения бюджета, в связи с возникшим необходимостью, в бюджет района были привлечены долгосрочные бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Адыгея на общую сумму 44 млн. рублей. Несмотря на то, что финансовый год был сложен, благодаря поддержке, оказанной руководством Республики Адыгея, направившему в конце года районному бюджету дополнительную финансовую помощь, в виде дотации на сбалансированность в сумме 32 млн. рублей, удалось обеспечить исполнение бюджетом принятых расходных обязательств и надлежащих завершения финансового года. В результате, в своевременное до завершения финансового года и в требовом объеме были решены следующие важные вопросы. Выплата заработной платы работникам всех учреждений, финансируемых из местного бюджета, включая выплату заработной платы за декабрь. Оплата коммунальных услуг, оказанных учреждениям, финансируемых из бюджета района. Оплата в полном объеме энергоносителей, поставленных учреждениями, финансируемыми из бюджета района. Погашение бюджетных кредитов, ранее полученных из Республиканского бюджета Республики Адыгея на общую сумму 23 млн. рублей. Уплата учреждениями всех необходимых налоговых платежей в бюджет. Погашение бюджетной коллекторской задолженности учреждениям по полученным услугам и материальным ресурсам. Обеспечено софинансирование федеральных целевых программ. Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета является организация конкурсных процедур при осуществлении закупок для нужного муниципального образования. По итогам 2016 года в Кашхаровском районе проведено закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами 2179. Из них два открытых конкурса, 98 электронных аукционов, 9 запросов котировок, 3 запроса предложения на сумму 64 млн. рублей и 2067 закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя на сумму 74 млн. рублей. По результатам осуществления закупок заключены муниципальные контракты на сумму 132 млн. рублей, из которых конкурентным способом на сумму 58 млн. рублей. Экономия денежных средств составила 5 млн. рублей. Проведено 60 закупок для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на сумму 45 млн. рублей. Из них было заключено 57 контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 40 млн. рублей. За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах муниципального образования Кашкаповского района достиг 2 млрд 496 млн. рублей, что составляет 139,3% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе по крупным и средним предприятиям 2 млрд 383 млн. рублей, по малым предприятиям 87 млн. рублей, по микропредприятиям 26 млн. рублей. Исполнение прогнозных показателей, утвержденных на 2016 год составило 127,3%, в том числе по крупным и средним предприятиям 150,4%, по малым предприятиям 80,7%, по микропредприятиям 100%. Таким образом, за 2016 год сохранена структура объема отгруженной продукции на территории района, в котором 57,2% объема сформировано организациями, добывающими в углеводородное сырье и полезные ископаемые. В 2016 году на территории района добычу природного газа осуществляла газодобывающая компания ООО «Южгазэнерджи». Объем добытого природного газа за указанный период составил 348 млн. кубов. Что составляет 132% к аналитичному периоду 2015 года. Объем добытого природного газа в денежном выражении составил 1,285 млн. рублей. Что составляет 132% к уровню 2015 года. Предприятия на протяжении последних лет показывают устойчивую динамику прироста показателей. В сфере производства нерудных строительных материалов на территории Кашкабрского района функционируют два предприятия. Это ООО «Кашкабрский КНМ» и ООО «Адогейнеруд». В 2016 году объем окруженной товарной продукции Кашкабрский КНМ составил 20 млн. рублей против 31 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Исполнение прогнозных показателей составило 65,7%. Темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года – 62,4%. Объем произведенных нерудных материалов в натуральном выражении составил 85 тысяч кубов. Предприятие «Адогейнеруд» в 2016 году отгружено. Товарная продукция на сумму 35 млн. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 90%. Исполнение прогноза – 90%. Объем произведенных нерудных материалов в натуральном выражении составил 210 тысяч кубов. По итогам 2016 года объем отгруженной товарной продукции предприятием ООО «Мамрука» составил 1,042 млрд. рублей, что составляет 160,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Исполнение прогнозных показателей – 1,7%. Объем производства в натуральном выражении превысили 13 750 тонн рассветилово-массового ассортимента, а также 10 20 тонн жмыха. Политика предприятия направлена на улучшение качества производимой продукции и расширение ее ассортимента. Объем отгруженной товарной продукции предприятием ООО «КСК» завод «Жибейка» Шкабринский за истекший период составил 13 млн. рублей, что составляет 40,6% к уровню аналогичного периода прошлого года. Исполнение прогнозных показателей достигло уровня 38%. Снижение темпов производства и неисполнение прогнозных показателей в строительной отрасли связано с рядом факторов, в том числе огромная конкуренция на рынке строительных материалов, безжижащих районок Республики Адегея и Краснодарского края. Технологическое оборудование имеет большой процент износа, 85-90%. Рост тарифов на энергосненосители, на грузовые и железнодорожные перевозки. И все это является факторами снижения производственных показателей. Анализ итогов промышленного сектора экономики свидетельствует о том, что динамики показателей обеспечиваются за счет таких отраслей, как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и перерабатывающих отраслей. Важным направлением в работе должно стать агентивное развитие инвестиционной деятельности и привлечение инвесторов в район, чтобы создать на базе имеющихся производственных ресурсов новое производство, которое станет точкой роста экономики района, а также развитие сферы малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2017 года на территории Кашхабовского района зарегистрировано 230 предприятий и организаций различных форм собственности. Среднемесячная начисленная заработка на платы работников крупных и средних предприятий в целом по району за период 2 ноября 2016 года составляет 20 766 рублей, за ноябрь 2016 года 21 237 рублей. Одним из динамично развивающихся секторов экономики района является малое и среднее предпринимательство. Анализ структуры малых предприятий позволяет сделать вывод, что в малом бизнесе района доминируют предприятия с видом деятельности розничная торговля, сельское хозяйство, строительство и посредническая деятельность. На территории Кашхабовского района на 1 января 2017 года осуществляли свою деятельность 1015 субъектов малого предпринимательства. Из них 103 мегапредприятий, 9 малых предприятий и 903 индивидуальных предпринимателя. В отчетном периоде 2016 года число субъектов малого предпринимательства увеличилось на 10,4% по отношению к соответствующему периоду 2015 года. В секторе малого бизнеса занято 1720 человек, 48,5% от средней списочной численности работников по полному кругу предприятий. Оборот субъектов предпринимательства за 2016 год по предварительной оценке составляет 955 млн. рублей или 107,1%. В 2016 году на сессии Совета народных депутатов утвержден перечень муниципального конкурса для предоставления субъекта малого и среднего предпринимательства в количестве 10 объектов, включая земельные участки и недвижимое имущество. 11 субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году получили финансовую поддержку на сумму 4 млн. 560 тыс. рублей. Муниципальная финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 100 тыс. рублей. Через муниципальный бизнес-центр в следующем году предоставлено 96 услуг. Потребительский рынок представляет собой важную часть социально-экономической жизни населения, за счет которой обеспечивается удовлетворение спроса на различные товары и услуги. По состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального образования Кашкабрский район функционирует 175 торговых объектов и 18 предприятий общественного питания. Развитие инфраструктуры потребительского рынка осуществляется в основном за счет инвестиций субъектов малого предпринимательства в строительстве торговых точек. Розничный товарооборот за 2016 год составил 805 миллионов рублей. Оборот общественного питания превысил 42 миллиона рублей. Более 80% от общей суммы товарооборота приходится на долю продовольственной группы товаров, которая достаточно широко представлена во всех торговых объектах. Большое внимание уделяется продукции местных производителей. Одной из мер по стабилизации розничных цен является проведение ярмарок выходного дня, а также мониторинг ценовой ситуации на продовольственном рынке. В районе стало традиционным проведение еженедельных ярмарок, где жители района имеют возможность реализовать и приобретать продукцию по ценам дежурыночных на 10-15%. За 2016 год проведено 52 ярмарки выходного дня. Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования экономики должны быть направлены на создание условий для привлечения инвестиций и поддержки малого бизнеса. По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составляет 130 миллионов рублей, что составляет 56,1% к уровню 2015 года. В том числе инвестиции за счет собственных средств предприятий 102 миллиона рублей, инвестиций за счет привлеченных средств 28 миллионов рублей, в том числе бюджетные инвестиции 23 миллиона рублей. Основной объем инвестиционных вложений приходится на долю двух основных предприятий. Это ООО «Мамрука» 82 миллиона рублей и ООО «Южгазэнерджи» 20 миллионов рублей. Основной объем капитальных вложений ООО «Мамрука» приходится на мероприятия по реализации проекта по строительству элеватора по хранению зерновых, общая стоимость которых составляет 450 миллионов рублей. За период 2015-2016 года объем вложенных средств на реализацию данного проекта составил 134 миллиона рублей. Также предприятиям ведется строительство отгрузочного терминала. Стоимость проекта составляет 300 миллионов рублей. За 2016 год на реализацию данного проекта предприятиям вложено 13 миллионов рублей. Всего за весь период 28 млн. рублей. Доказательством того, что район обладает привлекательным инвестиционным потенциалом для инвесторов, является начало реализации в 2016 году нового проекта по строительству технического комплекса на площади 24 гектара, в котором предусмотрено производство овощной продукции и создание более 250 рабочих мест. Одним из важнейших направлений в деятельности района всегда было и остается улучшение жилищных условий граждан. В 2016 году всего введено 2400 квадратных метров жилья, что составляет 104% к уровню 2015 года. По состоянию на 1 января 2017 года на территории района осуществляется введение три строительные организации. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительства, составил 48 млн. рублей. Что больше уровня 2015 года на 15%. В 2015 году объем работ 42 млн. 100 тыс. рублей. В целях решения жилищной проблемы молодых семей в соответствии с подпрограммой обеспечения жильем молодых семей, федеральной целевой программой жилища, 9 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия. Сумма социальной выплаты составила 6 млн. 582 тыс. рублей. По программе устойчивого развития сельских территорий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, три молодые семьи получили субсидии на сумму 5 млн. рублей. В целях предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году администрации района приобретено жилет для 5 детей-сирот на сумму 2 млн. 900 тыс. рублей. Также была продолжена работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. В следующем году 5 ветеранов получили субсидии на улучшение жилищных условий в размере 4 млн. 528 тыс. рублей. Активно продолжилась работа по поддержке и улучшению жилищных условий многодетных семей. На 1 января 2017 года в районе проживает около 700 семей, имеющих трех и более детей. В целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям было выделено 33 земельных участков общей площадью 5,4 гектара. Главной задачей районной администрации в жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остается предоставление населению качественных коммунальных услуг. Ходится выразить слова по глотальности руководства Республики Адегея за оказыванную финансовую помощь в размере 5 млн. рублей на реконструкцию котельной в ауле Кашхаблик. Важнейшим направлением социального и экономического развития села всегда была и остается газификация. В 2016 году в районе завершено строительство объектов. Распределительный газопровод низкого давления в хуторе Казинопыжорский стоимостью 13 млн. 220 мм. рублей и протяженностью 10 км. Едяную эксплуатацию межпосылковый газопровод высокого давления села Вольное, хутор Казинопыжорский протяженностью 6,5 км. Межпосылковый газопровод высокого давления села Вольное, кутор Шелковников, Кармалина Гедроицкий, протяженностью 9,6 км. Следующим направлением работы является реализация мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных сетей. В истекшем году удалось завершить строительство переходящего объекта водоснабжения «Ауахоц» стоимостью 10,9 млн. рублей, протяженностью 9,7 км. Также в 2016 году проведена большая работа по ремонту методического моста в районе. общая сумма затраченных средств составила 10 миллионов рублей. На начало 2017 года в районе четырех средских поселений построено и функционирует централизованное водоснабжение. Развитие района невозможно без поддержания в нормальном состоянии автодорог. Общая протяженность дорог на территории района составляет 402 километра, в том числе подлежащих ремонту 107 километров. По итогам 2016 года Дорожный фонд района поступило 17 миллионов рублей. В 2015 году эта сумма составила 11 миллионов рублей. Общий объем затрат на ремонт Дорожного покрытия протяженностью 64 километра в районе составил 14 миллионов рублей. В 2015 году 7 миллионов рублей протяженностью 34 километра. Кашкабрский район один из самых развитых сельскохозяйственных районов Республики Эдгея, который традиционно отличается стабильно высокими результатами в сфере возделанной сельскохозяйственной культуры. Сегодня в этой сфере занято 659 крестьянско-фермерских хозяйств, у которых трудится 2800 человек. В районе активно развивается растеневодство. Хлеборобы Кашкабрского района по итогам 2016 года намолотили рекордный урожай 101 145 тонн зерна, что на 7 360 тонн больше уровня 2015 года. Уборочная площадь озимых зерновых в 2016 году составила 17 073 гектара. Из них озимая пшеница 15 059 гектаров, озимый очмень – 2023 гектара. Валовый сбор озимой пшеницы в 2016 году составил 85 320 тонн при урожайне 56,7 центра на сектарах. Озимовая чменя – 9393 гектара при урожайне 46,4 центра с гектара. Рапса – 566 тонн при урожайне 15 центра с гектара. Фермеры района на протяжении последних лет принимают активное участие в программах поддержки фермеров по линии Министерства сельского хозяйства Республики Альгея. В 2016 году обладателями грантов стали 11 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 21 млн. рублей. Из них по программе поддержка начинающих фермеров 10 крестьянско-фермерских хозяйств на общую сумму 15 млн. рублей. По программе семейных животноводческих фермеров одно крестьянско-фермерское хозяйство получило грант в сумме 6 млн. рублей. В 2016 году объем субсидий на компенсацию части затрат на приобретение дистоплива, минерального удобрения, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в целом по району составил 46 млн. рублей, что является одной из мер стимулирования развития отрасли сельского хозяйства. Используя возможность получения субсидируемого кредита под залог приобретаемой техники, наши земледельцы приобрели в 2016 году более 30 единиц тракторов и зерно-уборочных комбайнов, включая импортную технику и прицепной инвентарь. В Кашкабском районе более 7900 подворьев ведут личное подсобное хозяйство, которое занимается производством и реализацией животноводческой и овощной продукции, что имеет важное значение в решении вопросов импорта завещения овощеводческой продукции. В Кашкабском районе является ведущим производством и животноводческой продукции в Республике Адыгея. Во всех хозяйствах района содержится 9256 голов крупного рогатого скота, в том числе 5011 коров, 21185 овец и коз, 4471 голов свиней. Важно отметить, что в нашем районе содержится около 46% всего поголовья овец Республики Адыгея. Производство мяса во всех категориях хозяйств за 2016 год составило 4683 тонны, что на 612 тонн больше уровня 2015 года. Производство молока за тот же период во всех категориях хозяйств составило 25306 тонн, что на 1182 тонны больше уровня 2015 года. Мы ориентированы на дальнейшее развитие всех форм и организаций производства сельскохозяйственной продукции в целях дополнительного роста подостояния населения района. И в этой связи важно совместно с республиканскими органами власти продолжить работу по созданию налаженного гарантированного рынка сглыта и переработки сельскохозяйственной продукции, что позволит стимулировать рост объема производимой и реализуемой продукции во всех категориях хозяйств. Важной задачей сегодня для нас остается поддержание эффективной системы социальной защиты. Необходимо продолжить работу по поддержку многодетных и малообеспеченных семей, по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, по реабилитации инвалидов. Через органы пенсионного фонда выплаты по всем категориям составили в 2016 году 986 миллионов рублей, 28% от общего числа населения, в том числе пенсии более 923 миллионов рублей, получателем которой в районе являются 7817 пенсионеров. В районе функционирует Натыповский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 45 человек, а также Натыповский специализированный жилой дом, в котором предусмотрены 30 квартир. По линии управления труда и социальной защиты выплаты всем категориям получателей составили более 88 миллионов рублей, что охватывает 30% от общего числа населения. Оздоровительной компанией в летних лагерях в прошлом году было охвачено 369 детей района. На базе района школ был организован летний отдых для 680 детей. На эти цели были выделены средства в размере на 0,7 миллиона рублей за счет всех источников финансирования. Говоря о социальной защите населения, конечно же, нужно сказать о проблеме занятости населения. По состоянию на 1 января 2017 года численность безработных граждан, стоящих на учете в органах занятости населения, составила 332 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,3%. В 2015 году 335 безработных граждан, уровень безработицы 2,3%. В целях содействия и проведения мероприятий по снятию напряженности на рынке труда в районе последнего года действуют программы по организации оплачиваемых общественных работ, а также по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Общая сумма финансирования указанных мероприятий в 2016 году составила 115 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. В районе организована межведомственная работа по снижению неформальной занятости, легализации серой заработной платы. По итогам 2016 года удалось легализовать 524 человек. Работа отрасли здравоохранения в районе направлена на сохранение медицинского обслуживания населения, повышение доступности и качества медицинской помощи. Медицинскую помощь населению района оказывает 1 центральная районная больница, 6 врачебных амбулаторий, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых трудится 265 медицинских работников. Укомплектованность здравоохранения района врачебными кадрами на 1 января 2017 года составляет 59%, средним медперсоналом 74%, коечный фонд составляет 87 коек. На протяжении последних лет на повестке дня главная задача в сфере здравоохранения доктором предоставить на 100% первичное звено врачебными кадрами. Именно с этой целью государством на федеральном уровне принята и действует программа «Земский доктор», целью которой является поддержка молодых врачей и привлечение их в сельскую местность. На сегодняшний день в районе этой программы охвачено 32 молодых специалистов, из которых в 2016 году в программе участвовали 4 врача. В рамках исполнения майского указа президента Российской Федерации по итогам 2016 года достигнуты следующие показатели по среднимесячной заработной плате. Врачей 29 тысяч, среднего медперсонала 15 тысяч 800 рублей, младшего медперсонала 10 тысяч 200 рублей. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения одна из важных задач в сфере здравоохранения, которая успешно решается на государственном уровне. В 2016 году проведен капитальный ремонт здания Кашкабельской СРБ. Объем финансирования на эти цели составил 2,9 миллиона рублей. Также проведен ремонт зданий Кознанской и Натальской врачебной амбулатории. Сумма затрат на эти мероприятия составила 8 миллионов рублей. В системе образования, муниципального образования Кашкабельской районы насчитывается 28 образовательных организаций, 13 общообразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования СИДООТ и ДЮСША. Сети детских учреждений охватывают дошкольным образованием 1532 детей. Общим образованием 1127 детей. В 2016 году свои деятельства в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кашкабрского района осуществляли 640 педагогов. В следующем учебном году на базе Адгейских республиканских институтов повышения квалификаций повысили свои квалификации 156 педагогов. В рамках исполнения майских указов президента Российской Федерации, касающихся уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, фактически уровень средней заработной платы составил по району следующие значения. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных и образовательных учреждений составила 17 350 рублей или 103,5% от плановых показателей 16 768 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 19 440 рублей или 100,3% от плановых показателей 19 389 рублей. Средняя заработная плата педагогической работы в учреждениях дополнительного образования составила 17 742 рублей, или 100% от плановых показателей 17 742 рублей. По итогам сдачи ГИА 2016 года выпускники 9 классов показали наименьший процент в целом по республике, не получивших аттестат, 3 человека. Хочется подчеркнуть, что выпускники 11 классов района довольно успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании. Более 20 лет в Кашхабрском районе студентам-отличникам, выходцам из нашего района включается стипендия имени Тимбота Кирашева. В 2016 году состоялась торжественная церемония открытая памятника Бюса Тимботу Кирашеву, выдающемуся адресскому писателю в Росфорте, в котором приняли участие его потомки, писатели из Хакмашбаш, а также жители и гости АОО. Символично, что именно на этом мероприятии 60 студентам-отличникам были вручены стипендии имени Тимбота Кирашева. С 1 сентября 2016 года введен федеральный государственный общеобразовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья в первых классах общеобразовательных учреждений. Таких детей в школах района насчитывается 41 человек. Призерами и победителями муниципального этапа Олимпиады стали 120 учащихся по 20 предметам. В 2012 году указанным Президентом Российской Федерации номер 599, 8 мая 2012 года была поставлена задача ликвидировать очередность детских садов для детей от 3 до 7 лет. По итогам 2016 года с этой задачей район успешно справился. Введение электронной очереди обеспечило открытость и доступность процедуры предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях. Поведен комплекс мероприятий по переходу домов в ГОСТО. Также организован подвоз учащихся в 13 школах района из всех населенных пунктов на 14 школьных автобусах. Все автобусы оборудованы тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Для улучшения качества подвоза учащихся и безопасности дорожного движения Головой Республики выделен один новый автобус для СОШ-МОМЕГДЕВА СИЛОВОЛЬНОЕ, а также закуплен в конце года один автобус 3-2 США Алло-Кашхабры стоимостью 1,8 млн. рублей. В районе продолжается работа по улучшению условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. В соответствии с постановлением ГОЛОВЫ и средств бюджета района организовано бесплатное питание детей из малообеспеченных многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в 2016 году из местного бюджета выделено 3,098,000 рублей на бесплатное питание в школах и садах. Охват горячим питанием составил в среднем 90%. В рамках программы «Доступные света» были проведены мероприятия в садах поселка Майского и Алло-Кашхабры на сумму 2 млн. рублей. По программе «Развитие физкультуры и спорта» был отремонтирован спортзал в школе Майского и Алло-Кашхабры на общую сумму 2 млн. 166 тыс. рублей. В ушедшем году в Кашхабрском районе были проведены мероприятия, направленные на укупение материально-технической базы образовательных учреждений. В этих мероприятиях активно принимали участие также и наши спонсоры. Общий объем финансовых средств из расхода на эти цели составил 20 млн. рублей. На 1 января 2017 года в муниципальном образовании Кашхабрского района насчитывается 4 муниципальных учреждения культуры, в которых работает 36 педагогов. В 2016 году, как и ранее, были исполнены плановые показатели указа президента Российской Федерации, касающиеся уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и работников культуры. По итогам, средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в подведомстве на Министерство культуры составила 17 937 рублей, или 100,2% от плановых показателей 17 907 рублей. Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 15 004 рубля, или 100% от плановых показателей 15 002 рубля. В рамках федеральной целевой программы «Культура России» Межпоследенческому центру народной культуры было выделено на 0,2 млн. рублей на обустройство зала, включая приобретение фестивов, цинического оборудования, арктехники и мебели. Жители районного центра получили обновленный концертный зал, который бездействовал на протяжении многих лет. Для улучшения материально-технической базы учреждений культуры было выделено и средств местного бюджета 1,659,000 рублей. В конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры», находящееся на территории селения и их работники, победителем стала Кашхабрская детская школа искусств получила премию в размере 100 000 рублей. А также «Лучший работник ДШИ» Сусанна Кушкова получила премию в размере 50 000 рублей. Пискультура-оздоровительную работу проводят в районе 17 учреждений, где насчитывается работниками физической культуры и спорта 70 человек. На организацию спортивно-массовых мероприятий в 2016 году из бюджета района было выделено 860 000 рублей. В 2016 году в районе проведено 62 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие по 1400 человек. В численно занимающихся секциях спортивно-оздоровительная направленность составляет 6346 человек. Хочется отметить, что в минувшем году наши спортсмены достигли хороших результатов и заняли 6 место среди 12 команд и 5 место среди 14 команд первенца Южного федерального округа в республиканском финальном соревновании второго этапа общероссийского проекта мини-футбол в школу. Также в 2016 году футбольная команда нашего района заняла первое место в республике в турнире «Кожаный мяч» и представляли нашу республику в Южном федеральном округе города Волгоград, где заняли 4 место из 13 команд. В республиканской спортсмены предприятий в 2016 году команда нашего района заняла 2 место по шахматам, 2 место по легкой атлетике и 1 место по гиревому спорту и заняла 2-е общекомандное место. На 68-м личном чемпионате республики Адгея по классическим шахматам член команды нашего района Укеттев-Давлет стал чемпионом республики. По состоянию на 1 января 2017 года в районе функционируют 9 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. В 2016 году проведен ряд мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, в котором было охвачено 4500 человек. В рамках исполнения майских указов президента Российской Федерации по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в районе действует муникофункциональный центр «Лаволика Шхабрик» с 7 филиалами, который может предоставить 230 услуг, из которых 7 услуг муниципальные. Время обслуженное посетителям в среднем занимает 2 минуты. На уровне района утвержден перечень муниципальных услуг, которые включают в себя 57 услуг. Теперь наши жители получили возможность доступа к широкому кругу услуг, относящихся к социальным, земельно-имущественным, предоставительным, гражданско-правовым и иным вопросам за максимально короткий промежуток времени на бесплатной основе. Уважаемые коллеги, завершая разговор, хочется отметить, что все, чего мы добились в 2016 году, это результат совместной работы республиканских органов власти, депутатского корпуса, глав поселений, хозяйственных субъектов и жителей района. Минувший год был наполнен значительными политическими событиями. На высоком организационном уровне и при активном участии избирателей района прошла выборная кампания депутатов представительных органов власти, Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и Государственный совет Хаса Республики Адыгея. Хочется подчеркнуть, что впервые интересы Республики Адыгея в Государственной думе представляют два депутата, наш земляк Мурат Хасанов и Владислав Резник. 2016 год стал юбилейным для нашей республики 25 лет со дня образования. В Республиканском центре прошли торжественные мероприятия, в которых начали отражение достижения нашей молодой республики за этот период. Представители нашего района приняли самое активное участие в данных мероприятиях. Уважаемые коллеги, завершая отчет, хочу сказать, что в 2016 году намеченные планы и поставленные задачи в целом были реализованы. Безусловно, за всеми цифрами и результатами, о которых говорилось в докладе, стоит труд жителей нашего района. Искренне благодарю всех, кто активно поддерживает наши планы и добрые начинания. Это добросовестное отношение к работе и вклад каждого из вас в социально-экономическое развитие района в успехи. У нас нет сомнений, что, благодаря вашему пониманию и поддержке, благодаря нашим совместным усилиям, мы справимся со всеми поставленными задачами и в будущем. По завершению доклада главе администрации депутатами были заданы вопросы. Затем депутатский корпус единогласно проголосовал за принятие доклада. Вторым вопросом на повестке дня было обращение председателя Совета народных депутатов к жителям района. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, от победного мая 1945 года нас отделяет уже 72 года. Но память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне не подвластна времени. Великая победа, большой вклад, который унесли жители Кашкабрского района, может быть самая главная стриница в нашей истории. Мы депутаты Совета народных депутатов Кашкабрского района в целях накопления денег и средств для оказания адресно-материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и проведения родственных мероприятий по воспитанию молодежи обращаемся ко всем присутствующим здесь с просьбой развернуть работу по мобилизации денег и средств и перечислению насчет Кашкабрского района Совета ветеранов. Истинно надеемся, что ваше добросовестное участие в накоплении средств для оказания...